Всем привет, дамы и господа! Это второй выпуск моего подкаста, до сих пор безымянного, кстати, наверное, не знаю ещё, может, что-нибудь придумал уже. Это Лада Люмус. Еее, привет! Супер знаменитая модель, косплеер. Ты как косплеерша? Я не знаю. Я не знаю, как правильно, поэтому я буду молчать. Не, не, молчать не надо. Называйте меня Эра Модель, да. Эра? А, ну да. Можете нагуглить мой батальон. Да, или OnlyFans. Или OnlyFans. Круто. Я тебя узнал, знаешь, когда? Когда я увидел какие-то фотки, чёрно-белые, не помню фотографа. По-моему, это было Sepia, и это был Red Room. Ну, я там ещё в портупеях такая... Не, не, это было такое супернежное, что-то очень светлое, чёрно-белое, чебе такое, из старенького. Там, ну, там он многих девушек фотографировал, и ты была одна из них, и я как-то в ВКонтакте тебя перешёл, и потом я увидел очень красивые фотографии, где какое-то такое, типа, под возрождение что-то там какие-то, с другими девушками, по-моему, что-то там вместе ты была. У меня столько съёмок, что я просто уже не помню. Ну, короче, да, но это что-то было года два назад, наверное, да. Надо посмотреть своё портфолио. Флотки, наверное, ещё более старые. Ну, в общем, я поразился, что, ну, во-первых, тебе, во-вторых, как красиво всё это снято было. Сразу подписался везде. И потом с Оптимистером, с которым у нас наш прошлый подкаст вышел, мы все вместе встретились, потому что ты была как раз на обложке баек вторых его, байки с релеевой, 72. Да, 72? Да. Да. Да, 71 первая, 72 вторая. Покупайте байки. Покупайте байки, 73 третья. В общем, я уже тебя нарисал тогда или ещё так планировалось? Нет, мы встретились в кафе. Ну, пока втроём ты меня нарисовал как раз на книге, которую мне подарил Денис. Вот, и мы там втроём и познакомились. А я тоже была на тебя подписана, и я такая, о, охуеть, такой художник на меня подписан. И я такая сразу, надо прийти и что-нибудь сделать. И я пришла и что-то сделал. Что? Нет. Ну, у меня была тогда очередная, типа, апатия и творческий кризис, и я такая, а ты такой, давай, давай. Я такая, ладно, ладно. А, а, типа, вместе что-то сделать? Ну, нет, типа, типа, ты прикольно делаешь, ты прикольно шьёшь, давай что-то делай, делай, делай что-то. Я такая, надо делать что-то. Точно. Моя жизнь. Я вспомнил. Лада, ты бельё ведь делала. И ты до сих пор его делаешь? Я шью только на себя. А до этого ты делала ещё на других. Да, бывало, ну, это для России слишком дорого. Я помню, как-то у меня был заказ из Арабских Эмиратов на тысячу долларов, тогда это было 60 тысяч, и я такая, как-то неожиданно и приятно. Это очень была странная заказчица, она потом такая, хочу огромный банк на жопу. Я такая, за твои деньги, я тебе его сделаю, куда хочешь. И, в принципе, всё прошло хорошо. Да, точно, я вспомнил, у меня была какая-то дикая ажиотаж по поводу всего, и я такой, Ладе, говорю, давай, что-нибудь делать, надо тебе шить, надо делать магазин на иностранцев, ещё там что-то. Короче, да, что-то мы наговорили много всего. Ну, а сейчас я торгую ебалом, поэтому... Ну, как бы, наверное, потому что лучше получается, или просто в итоге больше ты с этого удовольствия получаешь сама. Ну, я не могу сказать, что ситляс для меня эротика является каким-то удовольствием, скорее это превратилось в какую-то рутину, потому что это превратилось в работу. Съёмки бесконечные. Бесконечные съёмки, да, вот. Вот, то есть моя первая съёмка Ню была в шестнадцатом году, и тогда это меня вдохновило, и моего фотографа Киру тоже это вдохновило, и всё так красиво получилось, и по цветам. Я такая, я просто смотрела, смотрю на свои фотки десять часов, и такая, впервые я после этих фоток почувствовала себя такой красивой. Ну, я просто выставила их, и я не думала, что это так хайпанёт, и нет, это очень разошлось. Видимо, в шестнадцатом году это было какой-то новинкой, вот, но часто очень многие, в принципе, раздеваются, и я это поддерживаю, потому что раскрепощенность, ну, это важно, комплексы от той. Вот, и я, это было тогда в новинку, это не так много людей делали, и плюс ты был Ведьмак, тогда в пятнадцатом году вышла третья часть, и все такие, охуеть, Ведьмак, а почему голая женщина, женщина, вот. Мне кажется, ты одна из первых начала или нет? Нет, я не первая, там были ещё. Просто очень много видела этих фотосетов? Или просто у тебя хорошо получилось? Я не знаю, мой как-то зашёл, я могу сказать, что у меня довольно специфичное ебало, поэтому, возможно, плюс это порождало очень много споров на тему того, аморально это аморально, ну, ты сам прекрасно понимаешь, вот. Вот, и таким образом люди очень спорили, фотосет разлетался, вот, и плюс я была очень похожа на персонажа. А в целом, аморально, ну, вот, наверное, да, вот то, что ты похожа, а то, что аморально-аморально в плане выставлять персонажа в эротическом виде? Ну, вообще, в Ведьмаке, блин, с самого первого Ведьмака, там они, Геральт ходит по деревням, дарят цветы, ему все дают, вот, я играла в это в 2007 или 2008 году, класс. Ой, по-моему, микрофон меня загораживает очень сильно, верно? Да, давай так. Да, да, да. Да, сейчас, хорошо. Вот, и то есть, в Ведьмаке, в третьем, даже целые катсцены с сексом, то есть, обвинять живую женщину в том, что она снимается голая, даже ни с кем не спит в кадре, просто снимается голая, по источнику, в котором есть и секс, и целые катсцены с сексом, это, по-моему, очень странно. И меня все время, я думала, что до этого я была такой, думала, что меня будут засирать в основном девушки, но нет. Как казалось, мужчины очень любят кричать, что шлюха, отвратительный человек, да как она, да кто ее замуж возьмет, ну, типа. Ну, вот это, да, странно, все дрочат на виде фотки, а потом, мне кажется, что-то в этом есть какая-то особая извращенность, извращенность, в том плане, что какое-то, может, удовольствие это доставляет, что... И после этих фотографий от меня еще отказалась пара моих знакомых, ну, парней, с которыми я просто общалась, там ничего с ними такого романтического не было, в плане, мы просто общались, переписывались, знакомы были по каким-то фестивалям, но они у меня такие, типа, вот, после этого я не могу тебя воспринимать как женщину. Ну, я такая, окей, ох, похуй, пока. В смысле, когда ты показала себя как женщина как раз на фотографии? Ну, типа, я увидел твои сиськи, и теперь я потерял твою загадку. Я такая, я вам ничего не загадывала. Когда я вам что-то загадывала, я не помню. Вот, и, типа, мне было далеко насрать на все это, потому что эти люди мне не были, там, родственниками, близкими, друзьями, там, все мои, даже моя мать, я присылаю своей матери нюдисы, она говорит, о, как красиво, ты у меня такая красивая. И, то есть, я сейчас думаю, чтобы, чтобы ей прислать такого, ну, поприличнее в плане, но, типа, она уже, наверное, к моим голым грудям очень нормально относится, в принципе, тем, что я занимаюсь. Она меня очень любит, наверное, даже если бы я выпотрошила человека прямо сейчас, вот, я думаю, все, она бы меня оправдала, помогла бы мне закопать труп, так что будьте осторожны. Вот, и, в общем... Это круто, это самое чуть ли не важное, когда родители и мама поддерживают это вообще. Вот, с отцом я в своем не общаюсь, поэтому я не знаю, как он к этому относится, ну, сейчас мне почти 25, поэтому, я думаю, он вряд ли сможет меня к другим. Ну, мама важнее, наверное, в таком случае, тем более для тебя, и тем более хорошо, что она поддерживает. Забавно, как она об этом узнала, когда я провела съемку, прошел там пару... Это самая первая? Да, самую первую, прошло там пару недель, и она такая, я увидела тебя вдруг вокруг. Это что? Я не знаю, это какое-то приложение было для старпёров-то, наверное, прям совсем. Там, и я такая, ну, окей, ты меня увидела, ты там голая. Ну, я такая, ну да, и что? Она такая, ну, ладно. Ну, и, ну, наверное, меня всё-таки было уже поздновато сдавать в детдом, мне было 19, и она такая, ну, ладно. А ты ещё тогда в Новгороде, да, жила? Да, я ещё тогда жила в Новгороде, я каталась в Питер, потому что у нас, не буду говорить за всех, но у нас очень мало фотографов, особенно, которые могут в какое-то большое искусство. Не знаю, как сейчас, я уже давно там не живу. В Питере, конечно, получше выбор. Да, я вот с Кирой работаю с 2015 года. А Кира как фамилия? Митинкова. А, она весь вот в косплее твоя фотка? Ну, у меня два фотографа, это Марго Дзета и, собственно, Кира. То есть, когда в комментариях пишут, что меня ебут... Мне кажется, я на Кире подписан. Да, так, что фотографы ебут меня после съёмки, вот, Кира может и выебать штраф на тысячу рублей, если ты опоздаешь и задержишь процесс. Вот, в принципе, никто меня не ебёт на съёмках, и всё хорошо. Спасибо, что волнуетесь. Всё нормально. Круто. Да. А потом ты дальше... Ну, то есть, тебя пропёрло, вот, пропёрло именно обнажёнкой сниматься сразу. А теперь, подожди, у нас же подкаст про вдохновение. Давай мы сразу. Почему ты, во-первых, решила начать, можно сказать? Это вообще первая твоя фотка сразу обнажённая была? Ну, это не... Я до этого делала косплея на мальчиков, я утягивала грудь. Я, типа, была такой пацан, всё время у нас был косбенд, и в этом косбенде я постоянно была пацаном, либо маленькой девочкой. А, ну это когда-то совсем мелко, да? Ну, мне было шестнадцать, там, семнадцать, восемнадцать. Я была либо пацаном, либо мелкой девкой, вот, к моим друзьям, которые вечно, типа, такие короли, королевы. А я такая, типа, я ваш Паша, я маленький вампир, мне 300 лет. Вот, и, типа, по мне непонятно, какого пола, если не посмотреть на мои жирные гляшки. Вот. И, типа, да, это было забавное время тоже. Вдохновлялась я. Ну, я же обучалась, ну, типа, в художке, в художественном вузе, я дизайнер по образованию. Вот. Куда я скатилась, вы знаете. Как и многие дизайнеры. Как и многие дизайнеры, вот. Потому что это клево. Либо айтишники, либо лапканшицы, вот. В нашем случае я ни то, ни другое, но что-то между делом. Вот. Шутки шутками, но вдохновлялась я в основном из художки, потому что я пошла туда лет в двенадцать, и для меня это была просто какая-то другая компания. В школе меня не очень любили, в моём классе, иногда даже били. Вот. И типа, я такая, меня считали самым страшным человеком, и, наверное, в художке я получила самое золотое подростковое время. Там было здорово, там было... У нас... Я из Великого Новгорода, и у нас, собственно, всё это проходило в Кремле. Вот. Там было отдельное здание моей художки. Вот. И, собственно, там был прекрасный парк, прекрасные деревья. У нас вообще там в Кремле очень красиво. Вот. Ты постоянно ходишь по очень красивым локациям таким. Вот. Наслаждаешься, собственно, видом. Вот. И, собственно, у нас были там пары по истории искусств. И... То есть наша последняя преподавательница, которая... У нас просто до этого преподавательницы постоянно приходили на место, работали неделю беременели, уходили. Вот. И так продолжалось до четвёртого курса. И потом у нас появилась... Или до третьего у нас появилась прекрасная преподавательница Яна Юсуповна. Я до сих пор её помню. И вот. Она там так занятно рассказывала эту историю искусств, что я такая... Боже мой. Просто вот ты смотришь на человека, и ты понимаешь, насколько он горит. И ты тоже возгораешься от этого. И... И она такая... Вот. Вот. Там показывала различные картины. Там. Лениссанса, которыми я до сих пор вдохновляюсь. Там. Эпохи Возрождения. И, естественно, там... Там статуя Давида. Там. И прочее-прочее. Классического, неклассического, современного. Вот. Естественно, я видела всё это. И я понимала, что... Ну, это же искусство. Это классика. То есть для меня голое тело никогда не было чем-то типа... Прикройся. И всё. Вот. Если бы в России было более безопасно для женщин... Вот. Я бы ходила, ну, хотя бы в трусах. Я тоже. Так что... Ну, пока что... Если бы было чуть более безопасно для мужчин, я бы... Для таких сексуальных. Да. В общем... Да, подожди секунду. Ты так хорошо расскажешь, разживаешь складно. Это всё минералка. А, понятно. В общем, я хотел сказать... У меня, кстати, по-другому было в художке. У меня, наоборот, в школе была супердружная компания. Я вообще был... Со всеми общался и дружил. А в художке я так как пришёл позднее, чем все туда. Я вообще ни с кем не этот. И у меня очень было... Ну, я просто рисовал вот так. Окей, ничего не было. Вот. А в художку я пришла в 12, да? И первый курс меня вообще как-то там чморили все. И то, что у меня там старый телефон Nokia, которым можно, наверное, убить кого угодно. Слава богу, в мои времена ещё не было телефона ни у кого. Вот. И типа мне постоянно звонила мама. Она за мной заходила, потому что она за меня очень переживала. И очень долго она меня так опекала. Вот, наверное. Я, Лада, мне 25 лет. Моя мать до сих пор спрашивает, покушала ли я. Вот, ну типа... И меня за это, ну, как бы унижали, можно сказать, на первом курсе. Там было очень много людей на первом курсе. А, это уже курс? Нет, ну в плане в художке. А, в художке. Да, ну я такая ходила, я всё время рисовала и тупо думала, главное это перетерпеть. Потом всё будет нормально. Мне это интересно. Я перетерплю. Всё хорошо. Я перетерпела. И на втором курсе уже отсеялась куча народа. И, собственно, остались, ну, нормальные ребята, которым тоже интересно рисовать, которые это любят. Вот. И там мы почти все были анимешниками. И я такая тоже подумала, а почему бы не посмотреть? Блюз, я... Это было в 2009 году. Я заболела. И мне попалась в новостях группа, там, что-то аниме, бла-бла-бла, там. Ага. И я такая... В контакте? В контакте, да, в новостях. У меня одноклассник, наверное, репостнул что-то оттуда или что-то ещё. И я такая посмотрю, что там есть. Я зашла, увидела Сёдзе аниме, озорной поцелуй. И потом всё как в тумане. Это, то есть, в детстве, да, мы там все смотрели наверняка Сэллормул и всё такое. Но это было что-то первое осознанное. И потом меня так с этого пропёрло. Я начала смотреть просто всё подряд, там. А Сёдзе, напомню, что это было? Ну, это типа романтическая хуйня для девочек. А, это типа для девочек, да, считается? Клуб романтики на митмонках. Понятно. Да, и вот. Клево. Вот, я такая... И, кажется, ты подсела на аниме. Я подсела на аниме, и это, кстати, тоже часть моего вдохновения была, почему я пришла в косплей, почему я сейчас всем этим занимаюсь, потому что всё началось в 2009 году, когда я была в художке, когда я болела, когда я вот открыла вот эту группу для себя. Не знаю, существует она до сих пор или нет, но я такая... У меня перевернулся мир. И вот с тех пор я начала даже мечтать поехать хотя бы на пару дней в Японию. Ты не была ещё? Я была, мы выиграли из-за того, что начала заниматься косплеем, мы с моей подругой заняли гран-при на Хиноды, и мы летали в Японию за счёт, собственно, этого фестиваля. Я была настолько бедна, что я продала все свои старые костюмы, просто отшила кучу заказов, чтобы насобирать хотя бы минимальных 50 тысяч, потому что мои родители никогда бы мне не выделили эту сумму, либо влез, либо в кредиты, чего я не хотела, потому что кредиты, ну... Зло. Кредиты зло, да, тем более при заработках в Новгороде. Я такая, ладно, я должна заработать на это сама, и я, в принципе, продала костюмы, даже которые мне было жалко продавать. Я отшила кучу заказов. Довольно круто заработать 50 тысяч в Новгороде в те времена. Ну, я работала удалённо, я была швия на удалёнке, и, собственно, отшила косплеи ребятам. Извините, наверное, если вы меня смотрите, и у вас были костюмы от меня, наверное, это очень ужасное качество, но спасибо вам за деньги, я вас люблю, я вас всех помню. Я слишком часто показываю этот жест, это мой неловкий жест. На превью поставим. Да. Ну, так, подожди, я в хронологии теряюсь. Это уже было потом, уже когда ты занялась косплеем. Да, я уже несколько лет занималась косплеем. Да, давай до, что, что вот в художке. А, ты подсела на аниме. А эротические фильмы, так скажем? В плане... В плане... Не, порно смотрят все. Не, понятно, но было, присутствовало в твоей жизни. Я имею в виду, что мы с тобой, я тоже таким делом занимаюсь, ну, в смысле, эротический продукт, рисую комиксы, порношные и прочее, и вообще эротические картинки. Лада, эротическая модель. Мне кажется, это все очень, так сказать, тоже не проходит... Ну, какое-то есть у тебя это... Ну, не с детства, но... Когда-то ты начинаешь это чувствовать, что тебя именно привлекает больше эротическая тема. Я почему-то помню фрагменты из моего детства, как я увидела фильм, по-моему, «Голубая лагуна». О, это крутой фильм. Но мне не разрешали его смотреть. И из-за запретности, а мне вообще нельзя что-то запрещать, я просто, ну, я такая... Я сделаю наоборот. Вот просто серьезно, я сделаю все наоборот. Да, да, знаю такое. И я такая, типа, как я хочу посмотреть этот фильм. И там такая красивая девушка была. Врукшилд. Врукшилд, да. И я такая... Почему-то я не помню оттуда мужика, но я помню девушку. Вот, до сих пор не поняла, какая у меня ориентация, так что звоните девушке. Вот, мужчины, меня не трогайте, пожалуйста. Телефон сейчас. Телега вот тут. Вот. И, в общем, я запомнила, она была безумно красивая, я все хотела посмотреть этот фильм, и он был таким запретным, я все время почему-то, когда мы натыкались, ну, я натыкалась на него по телевидению, мои родители были дома, и я жила в однушке, и я просто не могла его посмотреть. И я постоянно на каких-то моментах, когда родители выходили из комнаты, и я такая включала канал, по которому это шло, по-моему, тут был СТС, и я такая... Чуть-чуть. Да, чуть-чуть, чуть-чуть. А сейчас я выросла, и вроде я так и не посмотрела этот фильм, потому что, ну, я же могу посмотреть его в любой момент. Да, я, кстати, его скачивал как-то с торрентов, просто чисто ради интереса, и он такой безобидный, на самом деле почти детский. Ну, там, да, они ходят, там голы, целуются иногда, и все такое, но на самом деле, это супер безобидный эротик. Ну, то есть, Эммануэль какой-нибудь намного жёстче. Его я и не смотрела. Ну, то есть, это вот первое что-то такое, что меня так... Будоражило. ...збудоражило, да, то, что это нельзя, Ну, вот я, кстати, про это и хотел узнать. Это нельзя, и там такая красивая девушка, ну, в принципе, там был симпатичный парень вроде, ну, я реально даже не помню, как его звали там, вот, и я такая... Ну, что же там они делают? Наверное, из-за этого, то, что запреты, то, что нельзя, и растут многие твоё, так скажем, Вот, и типа, я ещё... ...эротическое. Ещё я в детстве ходила в воскресную школу, вот, и я, в принципе, довольно долго, до 18 лет я верила в Бога, и ходила в секс. Так, кстати, хотел спросить, если художка была в Кремле, ну, около Кремля, то, наверное, там очень были такие, ну, преподаватели, наверное, все очень часто такое бывают. Ой, там были замечательные преподаватели, вот, особенно, я помню нашего замечательного преподавателя по рисунку и живописи, это, так, преподаватели, это двородных человека, вот, один был очень странный такой мужчина, он типичный художник, вот, ты смотришь на человека, и думаешь, блин, он художник, он, короче, такой с бородкой, такой с кулац, такой в шляпе, такой сидел загадочно пленерил, когда все пленерили, и вот такую живопись он вел, такие композиции необычные ставил, и вот я на каком-то последнем курсе оказалась на его занятиях, вот, и он такой, типа, все время смотрел, так проходил между мольвертами, так оценочно смотрел, ну, типа, ну, однажды был случай, когда мой одноклассник там охуел и обвел просто, ему сказали, сделай рефлексы, и он просто обвел, короче, все красным, и он такой, ну, ты что, дурак, и мы все такие, какой ты долбоёб, какие мы все классные, вот, ну, вот, как-то так, и еще был Анатолий Рихардович, я не знаю, все ли с ним сейчас в порядке, я не навещала свою художку очень давно, даже когда приезжала в Новгород, я была так, проходом, вот, и он прям, ну, он был прикольным дедом, рассказывал всякие, там, не беру чё ли, вот, и однажды, ну, и самое яркое воспоминание о нем, как он такой, на тему критики, кстати, тоже, как он такой, ну, чё-то мне не нравится, понёс мой ватман такой, из гуаши, и давай смывать это всё в раковину, я такая, ну, наверное, реально не очень, ладно, он всё-таки давно этим занимается, я стою около этой раковины, и такая, ладно, я всё переделаю, вот, ну, типа, вот, немножко вот, об этом золотом времени. кстати, да, просто, может, многие не знают, но преподы, ну, и преподы, и часто сами ученики, если что-то не так было, можно было смыть акварель, или, ну, акварель сложнее, но гуашь вообще смывали. у нас там была тема фей каких-то, или что-то такое, вот, я такая, я думала, что сообразила что-то гениальное, мне такое, ну, типа, говно, давай смоем, короче, ну, более тактично так, конечно, ну, я уловила этот вайп, вайп говна, вот, и всё. А потом ты поступила, да? Ну, я закончила один с классом, поступила на графического дизайнера, я отвратительный графический дизайнер. Тоже в Новгороде? Да, в Новгороде я училась в университете Ярослава Мудрого, вот, в принципе, я неплохо рисую, вот, но, к сожалению, дальше Новгорода прыгнуть я не смогла, сейчас, я думаю, слава богу, вот, потому что, возможно, моя жизнь бы сложилась бы как-нибудь иначе. На каком курсе ты начала, получается, фоткаться? На втором, наверное, вот мне было 19 лет, и это случилось абсолютно спонтанно, мы с Кирой познакомились в 15-м году, когда, там, я у неё провела первые съёмки, все одеты, естественно, когда я ещё шила такие пышные платья, там, по художнику, или художнице Сакизов, до сих пор не знаю, какого человек полон, так что, ну, это не суть. вот, и, как бы, мне очень нравились арты этого человека, и, собственно, мы по ним очень долго косплеили, там, вышивка, дрочка, все эти рюши, вот, и, собственно, да, я тогда отсняла у неё пару таких съёмок, и мы как-то заговорили о Ведьмаке, а я тогда ещё такая всё ломалась, мне было очень сложно перейти от одного стиля пошива вот этого вот бодобума к другому, к тому же я была самоучкой, вот, я такая, окей, и мы отправили первый фотосет, он не получился, я тогда, по-моему, Геральтом был мой тогдашний молодой человек, вот, и, типа, у нас получилось какое-то говно, и, типа, мы такие, Кира такая, знаешь, я не хочу это выпускать, я такая, ну, ладно, окей, вот, и потом мы, собственно, заговорились на тему Ведьмака, по-моему, она мне внезапно написала, скинула, я с ней обсуждала, в принципе, пенюсъёмку, просто, ну, и она мне скидывает, короче, вот эту карту, типа, мы её, ты помнишь, мы её обсуждали, ты хочешь пофоткаться, так, я такая, когда в Питер ехать, она такая, мне говорит, это, по-моему, единственная бесплатная фотосессия, которая у нас была, вот, за которую я не сплатила, ну, я платила только за студию, вот, я специально подстриглась под этот арт, чтобы у меня были свои волосы, вот, и я такая, да, я хочу, и она такая, ты хочешь, чтобы грудь была видна, там, или, может, спинки как-то, и всё такое, чтобы, типа, имплиды, там, имплид нюдс, там, или как это называется, вот, я так говорю, нет, ебашим, ебашим по полной, раз уж я приехала, за 200 или 300 тысяч километров в Питер, блин, мы должны сделать всё, ну, как бы, не будем милоситься, вот, я такой человек просто радикальный, радикальный, типа, если я делаю, мне надо сделать, вот, именно по полной, короче, А как в институте кто-нибудь узнал про это? Наверное, узнали. Ой, я поставила уже всё на аватарку, естественно, я такая. Ну, в смысле, да, ты особо не скрывала, просто, я слышал, часто бывают проблемы. моя группа прекрасно всё восприняла. А преподы? Ну, группа-то понятно. А преподы, те, которые, ну, типа, уже должны были лежать в могиле, они, видимо, не знали об этом, простите, но всё же, надеюсь, наш завкафедр, когда-нибудь перестанет быть на посту завкафедры. Такой гондон. Передаю привет вам, как там звали? Вот. Я не помню. Ладно. Я помню только его фамилию, потому что по имени его никто не знал. Ну, короче, ты доучилась нормально. да, ну, самое странное, наверное, было, когда мои фотосеты, ну, я уже продуктивно всем этим занималась, у меня уже был патреон, вот, который приносил, ну, типа, нормальную, А ты его сразу завела? Ну, через год или два, наверное, вот, и у меня так всё, ну, приходила нормальная новгородская зарплата, там, 20 тысяч, я такая, типа, это с патреона? Да, рублей, естественно, я такая, типа, богатый, живём, я стала, в какой-то момент я даже стала зарабатывать в Новгороде, вот, на всё в этом больше, чем мои родители, я такая, шикарно живём, шикарно живём, вот, и, собственно, мои преподы, которые более молодые, там, я 30, естественно, 35, там, до 40, короче, знали, чем я занимаюсь, вот, а ещё там был методист Стас, вот, он постоянно что-то меня подъёбывал на эту тему, я такая, спасибо, спасибо, вот, и, короче, ну, все вы всё прекрасно знали, мой научный руководитель тоже знал, он такой, типа, я ему написала в ВКонтакте, потому, наверное, после этого он узнал, типа, здравствуйте, Виталий, как-то, да, Мович, можно, я, в общем, буду у вас, это, вы будете моим научным руководителем, он всё такое, вот, он такой, ну да, хорошо, вот, ещё препод по философии, точно видел мои фотки, потому что ВКонтакте мы всё-то ему отправляли, он такой, у вас красивые фотографии, я такая, спасибо, круто, что так, тебе повезло, на самом деле, потому что, ну, то есть, меня никто не травил в университете за это, вот, и самое странное было, что спустя кучу лет, ко мне добавляются в друзья, собственно, мой научный руководитель, я такая, ну, я вам уже всё сдала, ну, типа, отклони заявку, я не знаю, что ты от меня хочешь, у меня личка закрыта, и я такая, типа, на дипломе наши отношения закончились, всё, отношения, вот, такие дела. И, а в Москву ты решила переехать уже после института? Ну, вообще, я всегда была изначально нацелена на Питер, но потом я... Потому что у тебя там фотограф, и всё такое. Ну, у меня там фотограф, это недалеко от моего дома, собственно, там на Сапсане, на автобусе 3 часа, вот, на Сапсане 4, вот, и я такая думаю, ну, надо перебираться в Питер, там и дешевле, там, в принципе, у меня есть друзья, вот, надо перебираться, а потом, ну, как-то я познакомилась с одним фотографом, и моделью, вот, мы что-то, тусили, и я им говорю, типа, с вами планирую после универа в Питер, они мне такие, Питер, город бомжей, не смей туда переезжать, я такая, не хочу. Привет, оптимисты. Привет, оптимисты, да. Вот, я, я так, спасибо. Я, ну, не считаю, что Питер город бомжей, просто я считаю, что там, ну, как бы, я очень люблю этот город, с ним у меня дофига всего связано, но я понимаю, что я бы не смогла там жить из-за климата, и я бы не смогла, и там действительно, ну, не знаю, работать мне, может быть, было бы там и норм, но в Москве я добилась и возросла в своих финансах намного больше, чем я бы смогла сделать это в Питере, хотя... У тебя же, у тебя же всё равно в интернете все финансы, или как ты это связываешь? Ну, просто я связываю это с тем, что я тут обрела очень много полезных знакомств, вот, и... И стимула, может быть, и стимула, да, и даже находясь сейчас в каком-то, ну, не очень хорошем состоянии, в плане эмоциональном, у меня есть люди, которым я могу довелять свою работу, то есть, то есть, я могу спокойно лечь там в больницу, сломать руку, у меня есть запас фотосетов, там, если я умру, ещё можно выпускать их год, и никто не узнает, вот, вот, так что... Страшные вещи говоришь. Ну, а вдруг я завтра сдохну, как говорится, вот. А, кстати, хотел с тобой вопрос про это тоже поговорить, не про то, что ты сдохнуть можешь, или... типа я познакомилась как раз на съёмках у Альманаха Артификса, вот, у Николая, я познакомилась со своим менеджером, вот, и как-то с ней у нас всё очень классно пошло, мы так... А, у тебя прям менеджер есть? Да, у меня есть менеджер, вот, мы сейчас... Мы сдружились на этой... Она, да? Или он? Она. Вот, её зовут Ева, Ева, привет. Я имею в виду, что она прям вот по съёмкам договаривается, или как вы... Она... Я очень не сильно выгорала, вот, я была на... Самой всё делать, да? Да, я на последнем вздыхании всё делала сама, и тут она волшебным образом появляется в моей жизни, мы знакомимся на этих съёмках, хотя мы косвенно были знакомы очень давно, потому что мы на теле от одного аниме, Триндзи Блат, до сих пор моя любимая, вот, и типа мы с ней познакомились, и очень разговаривались на эту тему, мы разговаривались на тему моделинга, потому что она тоже когда-то моделила, и работала в продакшене, и вообще она типа очень классная девушка, я прям восторгаюсь и восхищаюсь, господи, просто, ну, лучший человек, наверное, с которого я стараюсь брать пример даже, вот она, то есть договаривается по съёмкам, потому что я всё морально не вытягиваю, у меня может быть съёмочный марафон на две недели, где у меня будет два выходных, из которых я пойду всё равно на какую-нибудь съёмку, вот, и типа это очень выматывает, то есть у меня... Я хотел тебя спросить, давай я буду, ты так расскажешь, я буду туда вклиниваться, типа перебивать с вопросами, а ты быстро отвечать, и дальше можешь. Давай, давай, длинный вопрос. А ты, я хотел спросить, ты снимаешься сколько раз в неделю примерно? Прямо, ты часто, да, я смотрю? Я могу месяц просто быть дома и никуда не выходить. А, то есть совершенно никак не... Да, то есть у меня рандомное расписание, я могу месяц сидеть дома, никуда не выходить, заниматься бытовухой, наслаждаться этой бытовухой, а потом, типа, бац, выходит какая-нибудь хайповая штука, я начинаю всё это изучать, я начинаю шить. Автоматные съёмки. Потом мы планиру... Плюс мы стали после локдауна, ну, точнее, после всей этой темы с ковидом, нам так повезло, что мы отсняли в Питере много сетов, так получилось. Минералка. Вот. Мы отсняли много сетов, и они, пока был карантин, и все студии были закрыты, и мы, типа, не знали, что можно в какие-то пробраться поспольно, как крысы, и снимать там. Вот. Я думаю, можно везде договориться, тем более деньги. Вот. И я, собственно, мы сидели дома, я что-то шила, у меня было... Я разрывалась от панических атак, а что будет дальше. Но мне очень помогло то, что у меня был запас съёмок, и теперь мы постоянно стараемся. Вот у меня в январе было две... Три недели... Я на три недели приехала в Питер, мы две недели снимали, как ебанутый просто. Ты до сих пор много в Питере снимаешь? Ну, я езжу в Кире, вот, она делает всегда, как я хочу, потому что она знает... Мы уже очень много лет работаем, она знает, как надо. А она в Москву не приезжает? Вот, она недавно приезжала в Москву, мы отсняли по резиденции и виллу, вот, и, собственно, именно по Кибербанку отсняли, вот, так что скоро будет, да. Ну, короче, да, мы про менеджера говорили, и ты, и, в общем, поняла, что тебе нужен менеджер, и стала... Я просто... У меня такой человек, что я работаю, вот, я всё время работаю, то есть, я работаю с детства по мелочи, вот, то есть, у меня всегда была цель, типа, заработать больше денег, вот, потому что мы очень... Сейчас, секунду надо додать. Потому что мы не очень богато жили, вот, и я хотела больше бабла. Всё, Анна. Привет. Мы продолжим без монтажа? Да, привет. Потому что такой подкаст без монтажа. А вот не скажем, кто пришёл. Сюрприз. Вот, ну, у меня всё время была цель комфортно жить, то есть, зарабатывать много денег, я такая, я понимала, что нагрузка на меня растёт, а я не вывожу, и я выгораю. И я всё такая... А я такой человек, я много работаю, а потом я много мечтаю. Я, ну, я параллельно мечтаю о том, что мне нужен человек... Вот, например, я думала, мне нужен человек, который помог бы мне разгрузить всю вот эту вот хрень, чтобы я смогла хотя бы немножко отдыхать. И в моей жизни просто внезапно появляется вот Ева. Я такая, типа... И, ну, и наше сотрудничество длится до сих пор, хотя я очень капризная пизда, вот, вот, я не знаю, как она меня терпит, но тем не менее, вот. Всё ещё тема с пиздатым подкастом может работать. с ней платформа сейчас работаем, меня это разгрузило, я стала намного спокойнее, менее тревожная, вот, и у меня наладился такой, ну, нехорошее слово конвейер, но, типа, тем не менее, у меня есть сейчас съёмок на 9 месяцев вперёд. я могу внезапно родить, и вы ни о чём не узнаете. Вот. Нет, я не собираюсь. Вот. Ну, это круто, это очень профессионально. Не, ну, в плане того, что я готова к любым форс-мажорам, вплоть до смерти, короче, вот, я всё загадываю наперёд, и, то есть, у меня вот реально сейчас съёмок месяцев на 9, то есть, наверное, осталось только провести по Хэллоуину, там, и ещё по каким-то праздникам, вот, и всё будет, собственно, я могу целый год просто такая... Я пытаюсь, кстати, рисовать картинок тоже наперёд, но нифига у меня не получается, ну, кажется, с картинкой, может, чуть посложнее, в плане, ну, да, съёмки это тоже круто. Не, ну, ты всё делаешь сам, поэтому тебе и сложно. Ну, да. Я делегирую. Ну, я стал тоже делегировать, у меня тоже есть, там, сейчас люди всякие появились. Я плачу зарплату, не знаю, людям, наверное, пяти точно, а то, может быть, побольше, не знаю. это круто, это круто. Вы говорите, патреон это плохо, я, я, помогаю людям, я плачу им зарплату. твиттере спокойно, и сейчас я его закрыла на некоторое время по своим каким-то законам, вот, я слишком много ною, я не хочу, чтобы ко мне приходили люди и осуждали меня за моё нытьё, твиттер для нытья, вот, поэтому я как-то стараюсь нытье в закрытый твиттер, я сразу сказала, типа, ща, будет тут пизда, слёзы, и плохо, в общем, отпишитесь, если вы не хотите негатива, идите нахуй, без негатива, вот, короче, вот, ну, я часто об этом пишу, на свою зарубежную аудиторию, к сожалению, я не могу, наверное, это делать, потому что, кто любит унылых баб, в России, в принципе, все довольно унылые, поэтому меня должны понять, ну, труднее всё равно языки, это ты, наверное, не так свободна. Я очень плохо знаю английский, и мне тяжело именно выражать свои мысли, в скромной мере. Я знаю, как бы говорю на нём, но не решился бы тоже, на такие тонкие темы, деликатные, особенно трудные. и я, наверное, если я начну, если я когда-нибудь его выучу нормально, я такая, всё равно буду переходить на русские маты, там, и рдать на русском, не знаю, ну, это такое вот, мне кажется, что к позитивным людям больше тянутся, и я стараюсь, типа, быть позитивнее, хотя бы для иностранцев, потому что это целевая аудитория, вот, ну, а русские и так знают, что у нас всё плохо, вот, в принципе, когда такая зима на улице, невозможно вдохновляться, но я стараюсь изо всех сил, вот. Да, понятно. Ну, да, это, конечно, тяжёлая такая штука. Это связываешь с выгоранием, с профессией, или это у тебя как было всегда? Мне кажется, что я немножко переросла всё это, все эти расъёмки, они мне больше не приносят того вдохновения, как это было, ну, первый год, там, наверное, я была просто в таком кураже, я такая, снимаем лифчики, взяла. это как для художника только фон-арт рисовать, а ты думала что-нибудь более такое своё? Я двигаюсь в направлении, ну, нормального, ну, в плане привычного моделинга, любой моделинг, R-моделинг и всё остальное, это нормально, вот, это такая же работа, тяжёлая, я пошла бы в шахты, но это запрещённая в России для женщин профессия, так что извините, я не пойду, рожать я тоже не пойду, борщей нет, вот, максимум пол помою, ну, типа, развиваться, видимо, ещё не скоро перестану, вот, так что, такие дела. Ну, короче, ты больше пытаешься в обычном, ну, я видел, у тебя там портреты всё больше такие, ну, более классическая. я давно, в плане того, что в шестнадцатом году я познакомилась с фотографом, который снимает цивил, и в принципе мы так плодотворно сработались, вот, и, собственно, он меня часто снимал, вот, и, собственно, из-за этого там познакомилась с кучей людей, там, из тусовки не косплееров, и, собственно, это тоже формировало, начало формировать какой-то мой вкус, вот, и сейчас я стараюсь, вот, идут деньги с патреона, я там половину трачу на продакшн, на всё оплаты, зарплаты на костюмы, на всю эту вот залупу, вот, чтобы делать качественно, то есть мы переходим ещё на формат YouTube видео, там, мы стараемся делать клёвые видосы, вот, но, не знаю, типа, не могу сказать, что это прям получается, получает какой-то дикий фидбэк, ну, возможно, кому-то это, когда-нибудь что-нибудь выстрелит. Ну, да, я тоже думаю, что, мне кажется, это всё на будущее часто, ну, ты часто делаешь всё, не ты, а в смысле, вот, творческие люди часто делают что-то с прицелом на то, что может быть когда-нибудь. Ну, во-первых, это какая-то новая лесенка в моём творчестве, я, ну, стала больше говорить, вот, потому что раньше я вообще такая. Да, да даже на нашей первой встрече ты почти ничего не сказала. Ну, я начала больше говорить в близких друзьях в Инстаграме, и я вот сейчас способна абсолютно трезвая с вами беседовать, с вами, с вами, и с вами, вот, и это меня очень немножко раскрепостило. Да, это круто. Я, конечно, не стала бы открыто сейчас говорить на аудиторию 160 тысяч, как у меня в Инстаграме, но, типа, на 60 человек в принципе можно. Ну, у меня не такой маленький, у меня там тысяч 5 человек есть. на ютубе. Ну, посмотрит, как раз, наверное, 60. Если только ты своих не позовёшь. Я своих позову, только ты добавь английские субтитры. Ну, хотя бы. Через годик увидимся. Ну, ладно, пусть переводят, блин. Что, мы рыжие, что ли? Мы должны только переводить, а вот давайте учите русский язык, он очень велик и могуч. И очень много крутых моделей разговаривают на русском языке. Да. Косплей русский вообще, они вообще главный фонарь. Очень много. Я считаю, что русская косплей фотография, она самая лучшая. Да, да, и в целом на камень-конах, как я всегда это говорю, даже там, что вообще, как всё выглядит в России, вообще, не сравнить с тем, как в Америке. В Америке есть, конечно, хорошие, но они там единицы, а у нас почти каждый старается как в последний раз. Я считаю, что это вот наша исконно русская тяга к дорого-богато, вот, собственно, к показать всё лучшее сразу. Это очень влияет и на уровень косплея, потому что, если ты делаешь плохо, тебе об этом обязательно скажут. Даже если ты делаешь хорошо, тебе обязательно скажут, что ты делаешь плохо. И тебе некуда деваться. И конкуренция довольно серьёзная в России. Да, у нас люди один лучше другого в плане... Да, это тоже подстёгивает. Это подстёгивает, и ты такой... Хватит пороть меня своими прекрасными работами, я не могу больше стараться, хватит, хватит создавать, хватит, всё, опуститесь, и я продолжу в моём болоте купаться и поливаться глядью. Понятно. Ладно, наверное, нам надо... Мы не очень много поговорили, не очень долго, но надо нам, наверное, заканчивать, потому что много времени уже прошло на самом-то деле. Вот. Спасибо тебе огромное. Да, ничего? Или ты что-то хотел сказать ещё? Нет, я больше по вопросам. Ну да, ну мы в таком свободном формате. В общем, спасибо вам, что посмотрели, если посмотрели. Лада, это такое первое у тебя большое интервью? Да. Ну это не интервью, а так. Ну, ну типа, когда меня прям спрашивают, вообще это мой первый... Я бы поспрашивал вообще. Это мой первый подкаст, возможно, когда-нибудь мы запишем вторую часть, когда я доблюсь чего-то ещё. конечно. Вот, и мне, в принципе, много есть, что рассказать, раз уж я начала говорить. Да, да. Ну вот, так что, это такая сжатая версия моей вселенной. Да, да, просто я ещё сегодня уезжаю, мне скоро надо в аэропорт, поэтому, извините. Вот, но всё равно круто, что так случилось, что Лада тут оказалась, и мы побазарили. Я была рада очень тебя увидеть. Спустя столько лет, я всегда. Вот. Ну ещё не последний раз. А, Лада будет в моей книжке, там целое, я сейчас покажу тебе, там целая глава про Ладу, ну не про Ладу, а в смысле с её фотками. А, точно, я забыла. В моей книжке Black Pinup Book, да, и там Лада косплеила косплеила по моим работам, делала фотки, и очень круто получилось, я их напечатаю в книжке. Вот, так что, собственно, так ещё нас связывает. Покупайте книги, книги покупайте. Оптимистеры мои. Покупайте книги Оптимистера, Андрея. Если я выпущу книгу, тоже покупайте. Да, кстати, ты не думала, вычитай. В чём я расскажу? Я пока не, я не определилась, у меня слишком пиздатая жизнь. В прямом смысле. Как и у всех у вас. Да, так что, как и у всех у вас, да. Так что, я подумаю, там, ну это не будет продвижение в Инстаграм, так что, возможно, я напишу о чём-то новом. Вот. Понятно. Ну ладно. Ну всё, спасибо большое. Пока. 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 Пока.